Приветствую вас, дорогие друзья! В начале марта у меня вышел ролик о рожаном самогоне по белой схеме. Ну, то есть, собственно, там я показывал, как можно затереть в домашних условиях рожан по белой схеме. Что нужно сделать, чтобы она, ну, скажем так, более-менее отфильтровалась, да, потому что всё равно она не фильтруется на 100%, большие есть потери, но, тем не менее, в разумных пределах это всё возможно осуществить. Но, на самом деле, затереть рожан по белой схеме и избродить её по белой схеме – это ещё полдела, потому что всё равно она немножечко остаётся склизко, и перегонка браги ржаной, даже жидкой – это тоже такой процесс, который имеет свои, как бы, нюансы. Поэтому, собственно, этому и посвящён второй ролик про самогон, про ржаной самогон по белой схеме, и посвящён он как раз перегонке. Давайте смотреть, а потом я кое-что вам ещё расскажу. Ну что ж, гидрозатвор уже молчит давно, давно молчит, а это значит, можно уже нашу рожь перегонять. Давайте откроем, посмотрим, что там. Вот такая красота. Тра-та-та, тра-та-та. Ох, углекислый газ. Ну что ж, давайте перегонять. Так, друзья, если вам удалось отфильтровать рожь и сбродить её по белой схеме, это не значит, что все ваши проблемы уже позади. Самое интересное – впереди начинается, вам же надо её перегнать. А перегнать рожь – это тоже, знаете ли, не так-то просто, не намного проще, чем сделать её по белой схеме. Значит, смотрите, для перегонки ржи, если у вас нету ПВК, это всегда комбинированный нагрев. Ну, по крайней мере, у меня по-другому не получалось. Значит, тут у меня плитка, я поставил свой бак на плитку. Плитка, одна комфорка, ну, каждая комфорка даёт киловатт. Эта комфорка у меня включена на максимум, то есть снизу я подаю киловатт. Это опытным путём выведенный максимум, который можно подать. Будь у вас индукционная плита, ну, максимум 1,2 кг на индукционке, вы можете подать на свой куб снизу. Ну, естественно, этим киловаттом что можно разогреть? Ничего невозможно разогреть. Поэтому одновременно я подаю на ТЭН. Вот тоже опытным путём нарисована рисочка, так сказать, да? Путём проб и ошибок. Вот это максимум, который я могу себе позволить подать на ТЭН. Здесь где-то, ну, наверное, не знаю. Ну, киловатт, может быть, 700. 700. То есть, кило 700 я подаю. Естественно, при такой мощности я не могу залить куб целиком, иначе я буду перегонять это полтора дня, наверное. Поэтому у меня здесь залито буквально 13, нет, 14. 14 литров у меня залито. Это также опытным путём оптимальный объём, который комфортно можно разогреть на кило 700 и достаточно, ну, нормально по времени перегнать. То есть, я свой объём, который я затёр, да, в предыдущем ролике про РОЖ, я его разделил на три объёма по 13-14 литров примерно, я там не считал. Копейки там всякие. И в три захода я её буду так вот перегонять. А что делать? Ничего не поделаешь. Если не нравится, то тогда надо покупать ПВК. Вон там вот, вы видите, РОЖ залитая. Вот, ничего не дымится, ничего не пригорает. Ну, конечно, ТЭН ещё, ой, не ТЭН, а этот куб медный хорошо, потому что от комфорки он тут же тепло разносит по всему. Если не ржавейка, то локальный перегрев, есть риск получить локальный перегрев, но он будет там совсем небольшой, даже не почувствуете его ни в этом, ни в аромате, ни в чём. Вот, если не будете подавать больше одного киловатта, то есть один киловатт вы можете подать точно. Хотите рискнуть, кило двести, больше не советую, потому что больше пробовал, ловишь пригар и всё, короче. Так, друзья, головы закапали, поэтому ТЭН я сейчас отключаю, отключаю ТЭН, и голову буду отбирать чисто вот на этом киловатте. Хотя киловатт, наверное, много будет. Много-много будет киловатт сейчас, и здесь вот на троечку. Всё. Всё. Отбираются головишки потихонечку. Ну, как потихонечку, вы видите, быстрыми капельками, но они сейчас ещё разойдутся. Ах! Фу. Фу, бяка. Так, ну что ж, ну вот так вот, друзья, вот так вот с Божьей помощью мы нагрелись. Ну, что поделать? Рожь. Если нет ПВК, рожь – это боль, друзья. Рожь – это боль. Сразу свыкайте с этой мысли. Но, если хочется, то немножечко можно. Ну, всё, друзья. Голову отобрали. Хорошего понемножку. Давайте отбирайте тело. Как говорится. Отбираем тело, пока не улетело. Такой вот экспромт у нас. Так. Ну и что ж, здесь у меня, поскольку на четвёрочке, здесь я возвращаю на исходную. Тун-тун-тун. Пам-парам-пам-пам. Всё. Вот такой неудержимой струёй отбирается наш спирт сырец. Ну что же, друзья, мы отобрали ну, два литра точно, наверное, точно. Вот крепость итоговая спирта сырца у нас получилось тридцать, как вы видите. Тридцать. Та-ра-там. Тридцать. Всё. Больше ничего особо вкусного там не идёт у нас. Ничего больше особо вкусного. Поэтому я прекращаю отбор. Хотя, не сказать, что я много отобрал, да. То есть, всего у меня получится с 8 килограмм ржаного солода получится где-то, наверное, литров 6 сырца. Так, друзья, вы можете видеть, что ничегошеньки у нас не подгорело. Всё. Чистенько и замечательно. Так, ну что ж, скопилось у нас тут сырца ржаного. Литров, наверное, где-то 25 в общей сложности. Куб уже помыл. Сейчас заливаю и что? Делаем вторую дробную. Так, включены на разгон. Там всё залито. Видно, да. В общем, общая крепость получилось 30-29 процентов. Причём, само собой, я ничего не добавлял, ни воды, ничего. Ну, замечательно, что могу сказать. Что ж, голову закапали. Делаем мощность нагрева поменьше. Сейчас чуть притормозится процесс, чуть помедленнее пойдёт. Так. Ну что ж, расчётный объём голов получается около 700 мл у меня. Вот, поэтому отбираем их и дальше отбираем тело. Ну, вот так вот устаканилась, в принципе, скорость уже. Вот, отбираем 700 мл и дальше уже отбираем тело. Так, отбрано чуть меньше 700 мл, но уже хороший идёт продукт. Сейчас я попробую. Хороший идёт продукт, поэтому перевожу на отбор тело. Так. И включаю мощность. Здесь я выключаю. Включаю ТЭН. Где-то скорость отбора будет 1,6-1,8 литра в час. Вот так вот между этим показателем. Всё. Отбираем тело. Так. Ну что ж, друзья, подошли мы к концу процесса. Струей у нас 60, ну, где-то 60,5 на самом деле. Отобрал я здесь почти 6, здесь ещё почти литр. Ну, где-то почти 7 литров. Что, в общем-то, неплохо. Что, в общем-то, неплохо. Вот. Не знаю, сейчас, может быть, отберу немножко хвостиков. Вот. А так всё, как говорится, финита для комедии. Вот, вы всё видели, что не так всё однозначно и так всё, в общем-то, просто, что рожь это всё-таки боль. Боль. Боль во всех отношениях. Если нет ПВК, конечно, я имею в виду, если нет ПВК, то, во-первых, это совершенно не праздничный выход, там, у меня получился где-то 150 АС с килограмма. Это очень мало. Это очень грустно. А самое это грусти заключается, на самом деле, знаете, в чём? В том, что вот у меня первый мой ржаной затор, он, скажем так, был неуспешен, мягко говоря, и мне пришлось его бродить по красной схеме, и я взял у Андрея Андрюшина там, куб шульмановский со вставкой и перегонял, короче, по красной схеме. Пришлось, правда, сделать тройную перегонку, потому что, ну, красная схема, она, блин, всё-таки грязная, и у меня по второму погону прям шли изики, прям по всему, поэтому пришлось всё собрать и пустить на тройную. и что я могу сказать, тройная перегонка ржи по красной схеме, вот она здесь у меня, это, дорогие друзья, гораздо круче, чем двойная перегонка ржи по белой схеме. в этом и заключается вся комичность данной ситуации, что мучаешься, мучаешься, пытаешься сделать рожь по белой схеме, а получается она весьма, весьма таки скромной по своему качеству по сравнению с рожей по красной, поэтому рожь всё-таки надо делать по красной схеме. Вот я чувствую аромат цветов шоколада, прям вот, а здесь здесь тоже как бы это всё есть, но настолько оно всё скудное, блин, по сравнению с этим, здесь прям жир, прям жирный, жирный такой запах. Так что, друзья, как ни печально мне это признать, но рожь по белой схеме это весьма, скажем так, более скромный напиток, чем рожь по красной схеме. Рожь всё-таки надо делать по красной. Поэтому, посему, как бы изначально всё, к чему это всё было затеяно. У меня есть бочка одна, 50-литровая, я её купил где-то полтора или два с половиной года, уже даже не помню. Короче, это сербский дуб, полтинник, я его купил, я планировал в нём выдерживать вино, почему-то первый залив был очень мне не понравился, я даже вплоть до того, что чуть не испортил я вино в ней, потом в эту бочку я пытался ещё что-то залить, и в общем, какая-то, короче, с ней жопа. В итоге я её залил таким полу-техническим дистиллятом, то есть, там какие-то были неудачные варианты, часть хвостов, ну, в общем, таким я её залил, она простояла под этим год, после чего я её разобрал, обжёг, и собрал снова, и на удивление она вошла, так сказать, в ту кондицию, в которой она меня полностью устроила, я в неё залил ещё портвейна, вот она сколько, 3, 6, 8 месяцев она сейчас простояла под портвейном, вот, и настолько она офигенно пахнет, но, блин, сербский дуб, что в него заливать, вот, коньяка у меня нету, бренди нету, ничего нету, рома нету, делать виски в ней как-то, ну, не очень, и решил я, собственно, почему бы мне не сделать старку, то есть, ржаной дистиллят, наделать ржаного дистиллята, залить в неё, это будет офигенный напиток, вот, как раз то, что надо, мне кажется, это напиток для этой бочки самое подходящее, но, друзья, переработав три мешка ржи, получив порядка, сколько тут, порядка 20 литров дистиллята, 76-80%, 85% где-то в каких-то местах, я понял, что я занимаюсь не тем, чем следовало, ну, и учитывая то, что всё-таки я делаю всё это по белой схеме, оно всё-таки весьма скромно получается, нету такого жира, знаете, мяса, которого я хотел, и надоело мне эта рожь, решил я, короче, разбавить её, сколько я выгнал, больше я выгонять не буду, то есть, последнюю партию я переработал, всего было 120 кг ржаного солода, у меня 80 неферментированного и 40 ферментированного, всё это я собрал в одно, как говорят, ну, не в одно, вот здесь вот, и решил я это всё дополнить просто ячменным дистиллятом, примерно один к одному у меня получается пропорция, то есть, одинаково ржи, вот у меня здесь есть рожь по красной схеме, есть вот здесь ещё рожь, это по белой схеме, тоже рожь по белой схеме, другой другой подход, здесь как бы они чем отличаются процентом засыпи, то есть, я варьировал сочетание ферментированного сода и неферментированного, то есть, где-то 50 на 50, где-то 70 на 30, где-то 75 на 25, вот это все разные попытки, вот тоже рожь 80 градусов, 80 процентов, так, что у нас, вот ещё рожь, вот, собственно, здесь уже пошёл у меня ячмень, это вот все, все эти, все эти вискарные попытки, которые вы могли наблюдать на моём канале, разные вариации, с водой дрожжей, это дистиллин, шато дистиллин, это вот симпсонс у меня, здесь у меня курский, на вискарных дрожжах, здесь у меня тоже дистиллинг, это не влезло там в ту бутылку, ещё у меня что, ещё у меня что, тоже дистиллинг, ну, разные там вариации, в общем, это всё богатство сейчас будет слито в одну большую ёмкость, добавлен будет ещё один секретный ингредиент, который готовится в настоящий момент там вот за коридором моей мини-лаборатории, об этом секретном ингредиенте я сниму отдельный ролик, вот, добавлен будет этот секретный ингредиент, всё это будет слито в одну ёмкость, разбавлено водой до 62, может быть, до 63, и залита в 50-литровую старку, какую старку, бочку, залита в 50-литровую бочку, бочка сейчас в шикарном состоянии, я говорю, поначалу я очень расстроился, потому что, ну, видимо, Словонский дуб, он требует очень долгой подготовки, потому что поначалу он вёл себя как, ну, не как сырая кавказская бочка, но, блин, много у него было тонинности, много пришлось вымывать, я говорю, что первый залив вина вообще меня просто расстроил, но сейчас она вот стала на своё, как говорится, место, и надеюсь, что через годика-три удастся слить оттуда что-то приличное, вот, друзья, тем самым я подвожу итог своим зерновым изысканием, ну, как итог, промежуточный, то есть, подводим некую черту под проделанной определённой работой, переворачиваем эту страницу и идём, соответственно, дальше с новыми знаниями, с новым опытом, так сказать, к вершинам, к вершинам самогоноварения. Вот, друзья, пожалуй, всё, что я хотел вам сказать, помните, друзья, что в наших с вами руках рождается магия, ну, и да пребудет с нами маленькая печень, до скорой встречи, друзья, пока! 79, получается, получилось у меня 39 литров, 250 миллилитров, крепостью 79, просто феноменально, ровно 50 литров у меня будет 62 процентного. Осталось у меня буквально, вот, немножко я себе на память оставил ржаного по красной схеме тройной перегонки. Может быть, где-то его прихвачу с собой, угощу вас. Всё, что, осталось добавить воды и перелить в бочку. Вот это аромат, друзья, надо слить оттуда сейчас этот портвейн и залить туда дистиллят, а потом уже залью воду туда. Вот такой, друзья, портвейн. Конечно, он передубленный совершенно, пойдёт на перегонку сейчас, на двойную. И будет добавлен, наверное, к чаче, которая сейчас стоит во французском дубе. Ладно, наверное, на перегонку всё-таки. Так, ну что, заполняем бочку. Это уж я не буду показывать, наверное, как я её заполняю. Все знают, как её заполнять. Всё, друзья, до скорых, как говорится, встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok